Источник с ЭДС равным 2 вольт и внутренним сопротивлением 0,8 Ом замкнут никелиновой проволокой. Длиной L равная 2,1 метра и площадью поперечного сечения 21 сотая миллиметра в квадрате. Каково напряжение на зажимах источника? Для начала зарисуем нашу схему. Запишем данное. ЭДС равно 2 вольта. Внутреннее сопротивление источника равно 0,8 Ом. Уделенное сопротивление никелина это табличная величина. Она равна 42 на 10 минус 2 Ом на миллиметр в квадрате знаменатель метр. Длина проводника равна 2,1 метра. Площадь поперечного сечения проводника равна 21 сотая миллиметра в квадрате. Найти напряжение на зажимах. У неизвестно. Напишем закон Ома для полной цепи. ЭДС равно. Силу тока умножить на скобку внутреннее сопротивление плюс внешнее сопротивление. Также напишем закон Ома для участка цепи. Сила тока и прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению. А также напишем чему равно сопротивление. Сопротивление равно удельное сопротивление материала, умноженное на длину, знаменатель площадь поперечного сечения. Эти формулы необходимо знать. Воспользуемся законом Ома для полной цепи. Тогда у нас получается, что ЭДС будет равняться силу тока умножить на внутреннее сопротивление плюс внешнее сопротивление. Выразим отсюда силу тока И. Тогда сила тока И будет равняться ЭДС, знаменатель внутреннее сопротивление плюс внешнее сопротивление. Воспользуемся формулой для сопротивления. Тогда сопротивление никелиновой проволоки будет равна Удельное сопротивление никелина умножить на длину, знаменатель площадь поперечного сечения. Подставим наше сопротивление в ранее написанное выражение для силы тока. Тогда у нас получается, что сила тока И будет равна ЭДС, знаменатель, внутреннее сопротивление плюс сопротивление никелиновой проволоки Это рон никелина умножить на длину, знаменатель площадь поперечного сечения Преобразуем получившееся выражение Приведем к общему знаменателю в общем знаменателе Тогда у нас получается, что сила тока и будет равна ЭДС разделить Внутреннее сопротивление умножить на площадь поперечного сечения Плюс удельное сопротивление никелина, умноженное на длину знаменатель площадь поперечного сечения проводника. Разделим. Разделив получаем ЭДС умножить на площадь поперечного сечения, знаменатель внутреннее сопротивление умноженное на площадь поперечного сечения плюс удельное сопротивление никелина умноженное на длину. Воспользуемся законом ОМО для участка цепи. Сила тока И, прямо пропорциональным напряжением и обратно пропорционально сопротивлению. Подставим сюда наше сопротивление, которое мы получили ранее. Тогда у нас получается, что сила тока И будет равна напряжение разделить на сопротивление. Это удельное сопротивление никелина, умноженное на длину, знаменатель площадь поперечного сечения. Разделим. Тогда у нас получается, что сила тока И будет равна напряжение У умножить на площадь поперечного сечения, знаменатель удельное сопротивление никелина, умноженное на длину проводника. Приравняем полученную силу тока И с ранее полученным выражением для И. Тогда у нас получается напряжение У умножить на площадь поперечного сечения, знаменатель удельное сопротивление никелина, умноженное на длину. Все это равняется ЭДС умножить на площадь поперечного сечения, знаменатель внутреннее сопротивление, умноженное на s, и плюс удельное сопротивление никелина, умноженное на длину. Выразим отсюда напряжение U. Тогда напряжение будет равняться EDS умножить на площадь поперечного сечения, умножить на удельное сопротивление никелина, умноженное на длину, знаменатель. В скобках внутреннее сопротивление, умноженное на площадь поперечного сечения, плюс удельное сопротивление никелина, умноженное на длину. Также все это умножить на площадь поперечного сечения S. Заметим, что площадь поперечного сечения мы можем сократить. Сократив, получаем, что напряжение U будет равно EDS умножить на удельное сопротивление никелина, умноженное на длину, знаменатель, внутреннее сопротивление, умноженное на площадь поперечного сечения проводника плюс удельное сопротивление никелина умноженное на длину. Подставим сюда наши данные и найдем результат. Посчитав, получаем, что примерное значение напряжения U равно 1,7 вольт. Напряжение на сопротивление из зажимых источников будет одно и то же. Запишем ответ. Напряжение U равно 1,7 вольт. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.